Всем салют, друзья! Это Красава! И мы продолжаем снимать в Эмиратах, где на сборах находятся клубы нашей любимой российской премьер-лиги. Наш сегодняшний герой – один из лучших легионеров российской премьер-лиги. Он входит в список 33 топ-футболистов страны. Посмотрите, какие голешники он забивает в стиле Денниса Беркомпа. И эти голы собирают не только лайки от болельщиков, но также уважение английских экспертов. Эрик Бигфалви тащит за собой брутальный футбольный клуб «Урал». Такие легионеры точно украшают наш чемпионат. Погнали! Красава! Сколько денег тебе предлагали в антре Сульмана Киримова? В Нижний Тагилл в аренду Эрика отдаем. Это был Бест Бромвич Альбион. Было ли хоть раз у вас желание прям кого-нибудь убить на футбольном бурне? Ну тебе сейчас того бегать, а добирать опять этот мяч? Он и еще несколько человек бросились в драку. Это был просто трэш. Эрик, тебе бил. Урал, баш! Красава! Эрик, привет, дорогой! Ты готов? Ну, вот так, в принципе, так, нет. Брат, ты первый человек на канале Красава, у кого прическа лучше, чем у меня. На! Снимаем суперзвезду, брат. Извини, но не тебя. Этой ногой забил, нет, Максименко? Да, этой, да? Передай привет ему. Привет! Максик, привет! Вот этой вот, вот этой ногой забинтованы тейпом с центра поля. Иди сюда, да? Гим Рэдди, почему, когда я играл, не было, а? В прошлом веке Гим Рэдди не было. Я понял, спасибо, ребята, спасибо. Хочу это поснимать. Во-первых, мне кипу дают. Это раз. Во-вторых, ребята, смотрите, что сделал Григорий Викторович Иванов. Чтобы команда концентрировалась только на футболе и никуда не убегала. Вот сейчас я вам покажу. Видели? Вот. И сверху есть. Вот. Никто никуда не убежит от Григория Иванова. Только футбол, только база, только концентрация на игре. Суровые президенты. Суралмаша, Эльмаша. В ежовых рукавицах. Показывай. Аватарку дядюра. Дядюра это легенда. Просто он придумал Халк. Вот. Просто машина. Лучший массажист в премьер-линии. Ну что там? Дядюр. Блин, ну есть сходство. Жека! И ты! Есть! Как же тебя слышно? Как ты, брат? Подожди, ты прошел просмотр или нет? Взяли тебя уже? Пока нет. Но он дебютировал. Но он дебютировал. Вот все. И на ноль. На ноль! Эрик, мы сейчас находимся в Эмиратах. Здесь очень тепло. Ты на сборах. Вспомни самые жесткие условия, в которых ты играл за последние годы. В Екатеринбурге было не очень холодно, когда я там играл. А вот в Томске, да, был невероятный мороз. Когда мы играли с Эренбургом, на улице было около минус 20. В Томске огромные комары. Это правда, что перед выходом на тренировку стоят такие баллончики от москитов, и ты пшикаешься, чтобы комары тебя не кусали во время тренировки? Ну, не совсем так, конечно. Хотя на тренировочной базе, которая находится в лесу, мазаться кремом от комаров приходилось без конца. Потому что комары там действительно огромные. Просто гигантские, как слоны. Перед тем, как выйти на улицу, смотришь на окна, и все стекла облеплены этими комарами. Екатеринбург очень фактурный город. Большой, достаточно красивый, но с другой стороны, не самая лучшая экология. Ты когда приехал, я знаю, что ты пошел на экскурсию по заводам. Зачем ты пошел на экскурсию на завод? Что ты там увидел? Нам показали, как работают люди на производстве запчастей для разных механических штук. Типа больших поездов или других огромных металлических машин. И знаешь, я понял, что работать на таком производстве очень и очень сложно. Паша Погребняк мне говорил, что когда вы плохо играете, президент говорит вам, что типа сейчас я вас на завод отведу работать. Это правда? Ты слышал хоть раз такое? Нет, может Паша он слышал. Может быть, это только Паше касалось. Ты переезжаешь в Екатеринбург. Первые впечатления со знаком плюс и со знаком минус. Что тебе понравилось и не понравилось в Екатеринбурге? Если честно, даже не знаю, что тут могло не понравиться. Я и в город не особо часто выбирался. Просто холодно было очень. Может, минус 25 или даже 30. Мороз аж до жопы пробирает. Разве что это. А из плюсов для меня всегда было важно, что в центре города было все, что интересно для моей семьи. Парк, океанариум с дельфинами и все остальное, что так нравится детям. И что они любят делать. Для меня плюсом также был новый стадион. Он очень хорош. Пожалуй, это то, что мне больше всего понравилось. Как футболисту. Я, в общем-то, ничем больше и не занимаюсь, кроме этого. 6 октября ты переподписываешь контракт с Уралом. Я не верю, что у тебя не было ни одного предложения помимо Урала. Какие клубы тебя хотели помимо футбольного клуба Урал-Екатеринбург? Один клуб точно могу назвать. Это Динамо Москва. Но я не пошел. Хотел первый год спокойно поиграть и сравнить условия. Мы говорили с президентом Урала и договорились, что я останусь в Екатеринбурге. После этого вроде бы не поступало новых предложений. Возможно, президенту что-то об этом известно. Но я ничего не знаю. Да я и сам не был в этом заинтересован. Нигде не пишут, на какой срок ты подписал и на какую сумму. Эрик, на какой срок у тебя контракт с Уралом и сколько денег тебе дал Григорий Иванов? Да хорош, Савва, ты что? Я не могу говорить про бабки. Понятно, что бюджет был небольшой. И зарплата далека от тех, что платят в топовых командах. Но он дал мне столько, сколько смог. И я с этими деньгами был вполне согласен. У тебя есть сумма отступных, по которой тебя может забрать абсолютно любой клуб в России, если заплатит эту сумму? Да, конечно. Такие вещи прописаны в контракте. Сколько? Но сумму я назвать все равно не смогу. Но ты же сам будешь говорить с президентом чуть позже. Вот и спроси у него. Я уже не так молод. Так что если ты хочешь взять меня в свой клуб Красава, тебе надо будет постараться. Эрик Бигфалви, когда вы в последний раз получали по нему предложение? И если да, то от какого клуба? Честно говоря, никогда. Ну серьезно? Ну серьезно, никогда. Ни одного предложения в клуб не было, ни разу. У нас было просто право выкупа 700 тысяч стояло. 700 тысяч евро? Да, да. Для топ-клубов? Вот это копейки. То есть это что, или конкретного предложения? Да, и там какие-то разговоры, как обычно, знаешь, там где-то ходят. Вот там Динамо хочет, еще кто-то хочет. И все хотят. Но мы быстро, конечно, переписали. Увеличили все, и контракт переписали. Но факт то, что предложения-то не было. Вот что конкретно в клуб кто-то написал, что мы хотим там вступить в регион. Ну слава говорят, миллион евро за Бигфалви там забирают, да? Такого не было? Ни одного. На сколько лет вы его подписали, и какая сумма у него в контракте? Сумму я не буду говорить, потому что это все-таки коммерческая, некоммерческая, но это все-таки тайна. А на три года мы еще подписали. Есть сумма отступных? Сумма, за которую вот хоть завтра его заберут, например, вот после сегодняшнего матча с «Зенитом»? Да нет, ну сумма с шестью нулями, это однозначно, там миллиона три мы же написали. Три миллиона евро, да? Ну да, мы сейчас иногда завышаем прям сумму, но мы всегда готовы к переговору. Может, сейчас кто-то придет и скажет, ну, ребят, вот вам два миллиона, там, пять миллионов, там, ну, при этом все относительно. И мы скажем, ну, давайте будем разговаривать и договоримся, я думаю, по Эрику. Мы готовы отпустить любого футболиста, если у него будут там условия в другом клубе лучше. Короче, команда «Урал» добирается на тренировку двух автобусов. Жать ты на каком? На маленьком, на быстром? Да. Есть большой бас, который еле едет, и там руководство все, да? Чтоб ты понимал, нас первый день, наоборот, попросили, типа, ребят, если можно вас попросить из этого автобуса сюда перейти, чтобы поменьше. Я понял. И в итоге сейчас за него драка вообще. Серьезно, да? Круто. Так что мы поедем на маленьком басике, который быстрее едет, где нет руководителей, где можно поставить хулиганские песни. Паша, сейчас будем песню про тебя включать, ты знаешь? Слышали эту песню? Эрик, ты слышал песню про Пашу? Я слышал, очень хорошая песня. Хорошая, да? Сейчас включу. Что надо сделать? Машрубки. А, поехали. Он как Денис Берком забивает, а фотографирует нас. Конечно. Есть, да? Вот рябняк, Паша по воротам ебашит. Трансферная стоимость, 8 лямов, тегра. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым. Погребняк, Паша, поворотом ебашит. Погребняк, Паша, поворотом ебашит. Просто 8 лямов, тегра, поворотом ебашит. Трансферная стоимость, 8 лямов, евро. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым. Короче, сказали, что я потренируюсь сегодня, поэтому пацаны... Ослабление коммунадой команды, это вот может меня подключить. Подвигаемся сегодня чуть-чуть. Слышь, бруталити, да, раздевалка? Брат, это самая топовая раздевалка, в которой теперь одевался. Туннел нет, туннел бы с такой не допустили. Красотища. Короче, я сегодня поучаствую в квадрате, на ударах. И потом еще мы с ребятами, скорее всего, зарубим челлендж. Я, Пога и Эрик, но об этом чуть позже. Воле кайф, погода кайф. Поливают, кстати, очень обильно. Так что пойду, поснимаю, как ребята разминаются. Красава! Я готов в квадрате, готов на завершение. Паш, ну что там? Как в Сербии? Подожди, а можешь еще раз? Смотри, вот сейчас вот давление пошло. Ножки затряслись. Смотри, в девятку попал слева. Сейчас надо повторить. Смотрит весь Екатеринбург. Давай, легко. А если не повторишь, то что? Да, пошел! Вот и все, вот она психология. Вот все сдулся, да? Думаю, брат, мы его как укатали. Чуть давления, и все, и поплыл. Я не Савин, поэтому прошу любить и жаловаться. Коридор, коридор, да, мы так сделаем. Да? А без контракта коридор может быть? У нас да. А, да? У нас да, да. А я уже думал, забудут, да? А что там, Эрик, ну подскажи, что в коридоре делать? Очень сильно ты побьешься. Давай, стихо. Пошел! Тихо! Молодец! За штоп! Григорий Викторович, за все нервы, которые он потрепал, да? Да, ты любый, парень, ты все понимаешь. Жестко все, а, в Урале. Жестко, сурово. Камера на вас постоянно, правильная техника, пожалуйста. Сеть, ставь движение. Эрик, давай, сейчас на тебя только камера пошел. Вот ты, какой ты сильный, а? А мне отдастся перегон? Вот эта связка мощная, а? Паша, набирай, набирай за спины. Жалко, не сухой. Что ты делаешь? Братич, а разрываем контракт, уезжаем в большой клуб. Есть там опции, есть опции. Есть, да? А вот сейчас, видишь, по ходу тренировки мы узнаем детали. Сколько забивать? Два забить. Один кофе надо давать Паше, один Юрий надо. А оператору? Папки, бро. А, деньги? Давай, откуда? Как в песне, Паш, как в песне. Покрепняк, Паша, поворотом. Не пашу. На 187 национальный страх. Бля. Красава. Семас, ну все, пока. Пока. Каждое утро, когда я просыпаюсь дома в Москве, у меня все расписано по минутам. Чтобы не опоздать с Платоном в школу, а также успеть сделать все свои дела. Важные две минуты в этом расписании чистка зубов. Именно столько нужно вот этому девайсу. Ровно каждые 30 секунд с начала чистки здесь срабатывает функция смарт-таймер. Чтобы я поменял участок чистки. Ровно две минуты и можно переходить к другим делам. А на эту электрическую щетку Philips я перешел по нескольким причинам. Она чистит зубы и удаляет налет в качестве необычной щетки. В минуту эта машина делает до 62 тысяч движений. Причем они правильные, выметающие. Все как учили в детстве в кабинете стоматолога. Остается только медленно направить щетку. Не забывая самые сложные места. И никаких ленивых движений влево-вправо. Как мы часто чистим ручной щеткой. Несмотря на такой темп, она работает очень бережно и не травмирует эмаль и десна. Если вы вдруг сами давите сильнее, чем нужно, специальный датчик давления просигнализирует вам вибрации. По итогу идеально чистые зубы и ощущение свежести. Красава! А еще, что особенно актуально для меня. У нее очень удобный футляр. Так что его можно брать с собой в любую поездку. Всего в линейке электрических щеток Philips Sony Care есть много моделей под разный бюджет и с разными опциями. Но у всех одинаковая эффективная технология. Еще больше деталей по ссылке в описании. Переходим туда и выбираем свою щетку. Ну а мы двигаемся дальше. Погнали! Красава! Так, технический квадрат сколько? 6-3, да? А, 6-2. Все, поехали. Ой. Было? Нет, да. Блин, да что они делают, а? Сейчас, блин, ай-яй-яй-яй-яй. Ух, виноват. Зорова. Блин, блядь, блядь, блядь. Нет, не считается, да? Блядь, отбор! Хорош! Оооо! Оооо, е-е-е! Тут так же так! Тоже, зайди, а? Все. Ну что, уровень какой? Катастрофа, Мидиум или Урал-2? Хороший. Да, между ног это уже путь, брат. Ваши пусть. На месте. Между ног на месте это мой скилл, брат, главный. Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Эрик, ты вырос в городе, который находится на границе с Венгрей. И я знаю, что в 2013 году ты сам сказал, что мог бы заявиться и начать играть за сборную в Венгрии. Насколько я знаю, у румын с Венгрией не очень хорошие отношения. Были ли у тебя проблемы и почему ты все-таки не стал играть за сборную в Венгрии? Это очень-очень долгая история. Я сыграл более 20 матчей, потом поехал в Украину и там провел просто бомбический отрезок. Я все еще ждал шага, чтобы попасть в какую-нибудь большую команду. Но предложений не поступало. Через 2 или 3 года мне позвонил тренер сборной в Венгрии и спросил, нет ли у меня желания играть за сборную в Венгрии? Он, в свою очередь, обещал взять на себя все политические формальности, чтобы я смог присоединиться к сборной. На тот момент у меня все еще не было венгерского гражданства. И венгерского паспорта у меня тоже не было. Но мне сказали, что мне все сделают без проблем. Поэтому мы всей семьей поехали в Венгрию, в Будапешт. Даже бабушку с дедушкой взяли. И было все очень здорово, потому что сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позаботился о том, чтобы нам всем дали венгерское гражданство всего за 6-7 часов. В здание парламента нельзя пройти, если у тебя нет списки приглашенных. Так что нас быстро в этот список внесли. Мы прошли внутрь, и все документы были оформлены за несколько часов. После этого нужно было подать документы в FIFA. Поскольку я уже много игр отыграл за сборную Румынии, именно они должны были принимать решение, выступать мне за сборную Венгрии или нет. Мне оставалось столько ждать. В тот момент как раз шли отборочные матчи к чемпионату Европы. И Румыния была в одной группе с Венгрией. И FIFA так и не разрешила мне играть за Венгрию. Если бы FIFA разрешила, то тогда я бы уже выступал за Венгрию, играя против Румынии. Я знаю, что тебя еще пока не брали в главную команду Румынии. И тебя посоветовал Мирча Луческу, который тебя видел в Украине. Почему тебя не замечали в главной команде? И насколько ты благодарен Мирче, что он по большому счету запустил карьеру сборной? Да, я понимаю, что в главную команду я попал по рекомендации Луческу. Но я тогда был главным бомбардиром в чемпионате Украины. И не заметить меня и мои успехи было просто невозможно. Мирче помог мне в переговорах с Иордонеску. Он тогда был главным тренером сборной. Конечно же, я ему очень благодарен. Он обо мне всегда хорошо отзывался. Прошлой осенью ты забил первый гол за сборную Румынии в своей карьере. И этот гол повлиял на то, чтобы сборная России попала в третью корзину отбора на чемпионат мира 2022. Ты знал историю, что один корейский игрок, который также забил, играя за карьеру сборной Италии, и его просто убрали из Перуджи 20 лет назад из Серия. Ты хоть одно сообщение негативное увидел из России, что типа, Эрик, ты играешь здесь, почему ты забиваешь за сборную и Россия попадает в третью корзину? Честно говоря, нет. От людей негатива такого я не получал. Футбол есть футбол. Но Дзюба, конечно, надо мной подшучивал. Говорил, что это из-за меня Россия попала в третью корзину. Но я уверен, что он просто шутил. Особенно после того, как они разгромили нас у себя дома. Но я думаю, что для России это было удачей попасть в несложную группу. Им даже больше повезло, чем нам. Тем не менее, они отлично потрудились. Эрик, тебя не вызывали в сборную с 27 лет. То есть ты уже забивал в России красивые голы, но тебя в сборную не вызывали. Хотя туда вызывали, например, игроков из чемпионата Болгарии, из чемпионата Румынии. Почему такое отношение? То есть в Румынии не следят за российской премьер-лигой или просто у тренера принципиальные отношения к тебе? Во-первых, когда я числился в сборной, я играл в Украине. А потом перешел в Томск, чуть позже. В сборной тогда был очень хороший немецкий тренер Кристоф Даум. Он был очень грамотный. Я тогда играл во всех отборочных матчах и играл так, как заслуживал. Но за последние несколько лет главный тренер сборной менялся трижды. Мне кажется, это ненормально. Если тренер меняется каждый год, даже два года, ничего толкового не выстроишь в команде. Если честно, я думаю, что в Европе не берут во внимание российскую футбольную лигу. И это плохо. Потому что был момент, когда Россия была в рейтинге у Ефа на шестом месте. Теперь она на седьмой позиции. А Румыния на какой там позиции? На пятнадцатой, двадцатой, двадцать пятой? Ну это, конечно же, лучше, чем шестая строчка, да? Я не понимаю. Но я лично всегда выдаю свой максимум. И вот я забил. И Россия оказалась в третьей корзине. Пять лет в общей сложности ты провел в Сяо. И за пять лет ты ноль раз выиграл чемпионат. Ноль. Почему так произошло? И я слышал, что в Румынии очень коррумпированный футбол. Правда это или нет? Нет. Коррупции в румынском футболе практически нет. Это вообще очень сложно провернуть в Европе. Так? Почему ноль победа чемпионата? Слушай, в Сяо я попал в 2007 году. Первые два года все внутри менялось очень сильно. Мы были молоды. Наша команда только формировалась. Мы боролись за Еврокубки каждый год буквально. Два года подряд мы доходили до финала в чемпионате Румынии. Три года подряд мы проходили отборочные раунды в Еврокубках. Мы были близки к победе много раз. Но внутри команды происходило очень много изменений. Шла постоянная трансформация. Игроков брали все моложе и моложе. И к 2010 году все было совсем не так, как в начале. В 2012 году я уехал в Украину. А в следующие три года они выиграли все, что только могли. Кубок Румынии. Супер Кубок Румынии. И я думаю, что если бы я остался с ними, я бы тоже взял все эти трофеи. Все могло бы у тебя стоять на твоей полке, брат. Могли стоять. Если бы я выбрал остаться в команде, а они именно этого хотели, то я бы выиграл с ними все эти кубки. Но это был мой выбор. Уйти тогда. И я об этом не жалею. Твой бывший президент в Сяо Аджиджи Бекали. Это человек, у которого темперамент очень похож на Григория Иванова. Мы сейчас покажем видео, где он там мега поджигает. Расскажи про него какую-нибудь историю, которая впечатлила даже тебя. Насколько я знаю, это очень эмоциональный человек. Да, я знаю. Он, конечно, очень экстравагантный. Он как маленький румынский гангстер. Но он очень хороший человек. Я знаю, что он очень религиозен. Постоянно ездит в гору Афон, чтобы там расслабиться. Он человек с большой светлой душой. Конечно, все, что касается футбола, он вкладывает в нас. Он хочет и ждет отдачи, ждет результатов. Много с ним историй, но в целом это хорошие истории. Ничего плохого сказать о нем я не могу. А покричать или поругаться, это нормально. Всегда так. Один день я отлично отыграл, и мне говорят, что я буду капитаном. На следующий день все плохо, и мне говорят, что я покойник и вообще больше никогда играть не буду. Это норма. Или иногда он звонил тренером и говорил, так, вот этого выкидываем из команды. И вот этого тоже выкидываем. Много раз такое было. И все равно, как человек, как игрок, как тренер, он реально красава. Очень большим сердцем. Расскажи мне историю, когда Стяо играла с какой-то командой, и ты забил гол. Вы выигрывали по ходу игры, вы били пенальти еще. Вы бежал фанат, начал бить вашего игрока, потом вся ваша команда начала бить фаната. Что за дичь происходит в румынском футболе? Что это была за игра? Это была просто сумасшедшая игра. Мы тогда с Петро Леумом играли. И стадион был хороший, все было нормально. Но болельщики там были безумные, чистые фанатики. Мы вели в счете 1-0, и я забил. И потом нам назначили пенальти. И это была чистая пенальти, чистая точка. Мы должны были бить, и разговоров никаких не было. И мы просто стояли и ждали, когда будем бить. И вдруг на поле кто-то прорвался. Бежал парень с кассетом в руке. И он напал сзади на одного из наших игроков. Конечно, все отреагировали очень бурно. С нами тогда играл серп Новак Мартинович. Так вот, он и еще несколько человек бросились в драку. Это был просто трэш. Игру остановили. Мы ушли с поля, конечно. Счет по итогу был 3-0. Мы выиграли тот матч. Уж не знаю, под чем этот был парень. Был он пьяный или под наркотиками. Но все, что происходило на поле, была дикая жесть. Красава! Короче, сейчас будет челлендж. Смотрите, мы повторяем 3 гола. Повторяем Эрика. Гол через себя Арсеналу. Ты хочешь, чтобы он завтра не собрал? Ну... Да он и так случайно попал, поэтому нормально. Пашкин гол в Сербии. Брат, смотри. Не-не-не-не, подожди. Мы просто побьем через стенку. Не надо так колотить, как ты забил так. Блин, у тебя тоже случайно получилось. И мой случайный гол. Угол головы в падении головой в Португалии. Надо... Не знаю, брат, твой гол и Паша. Я тебе покажу сейчас. Я тебе покажу. Не переживай, все будет нормально. Ты поймешь, что это твой гол худший будет. По 5 попыток, да? Всего 15 ударов. Выдержите. Да-да. Повторяем, Эрика гол в Арсеналу. У кого лучше получится. Давай, погнали. Пошел. Давай, Кога. Ой-ой-ой. Что это? Номер 2, поехали. Хороший. О, сорва. Ой, хороший, брат. Существует. Давай, давай. Что-то через себя пока у нас вообще слабенько получается. Поскольку мы сделали по 2 удара, да? 2 удара, 0 голов. Эрик Бигфауни. Ух, рядом. Братан, на, снимай. У меня еще игроки АПЛ еще не снимали меня. Сейчас забью. Что, давай? Ой-ой-ой. Красиво получилось. Давай, Паша. Пога, пога, пога. Тони! Еще по 2 удара мы говорим. Эрик, последний? Да. Походу, надо признать, что тогда с Арсеналом это была случайность. Ветер, плохая погода. Нет румынской еды. Вот это все сказывается. И вот у него последний шаг. Стало очень. Короче, ладно, ребятки. Через себя мы били плохо. Поэтому сейчас будем повторять мой гол углом головы. Готовы? Братцы, в падении головы, Эрик. Давай сейчас покажу. Это ты, брат? Да. Какая зрячая передача. Исполнение Саря. Кайф. Падение головы где-то примерно между 11 линией. Хорош, Эрик. Здорово. Пошел! Пошел! Эрик разбегается сейчас, подачка, лови ты что, очень сильно ударный брат, да говорняк бля, Эрик 2-1 Пора мне вырываться Мне кажется, вратарь сдает 3, Эрик забил, причем 2 из них вообще плюшевых, у Пашки 1 гол, у меня ожидаемо ноль, которую изучал, но бьет погребняк в сильнейший удар Так, ну что, погнали, у нас последняя серия Брат, лови, у него 3 гола Пять ударов, пять ударов, мне надо один хотя бы забить, чтобы с Пашей сравняться Опа, Эрик Бигфалли забивает, четвертый голешник нашей серии Давай, Пашка, нас догонять Опа, Пишок, почему ты у него не ловишься, у меня ловишь, а? Ноль, у Эрика 4, Паша 1 В аренду, в аренду В Нижний Тагил, в аренду Эрика отдаем после такого удара Куда ты-то? А? А? Перекину этих, чехла, хвалят 1-1-4 А Паша плохо бьет, потому что он бьет все удары с правой ноги А сейчас он пробьет с левой, как с Сербии Так, пока посмотрим, покажет, что мастер в солье Давай, пошел Ну иди, подписчики Ну что, что и требовалось доказать Эрик выиграл Доказал, что не зря его переподписали Сделали миллион евро Я думаю, нет Так что, короче, ладно, мы погнали с тобой Ничего страшного, будем работать Поздравляем нашего румынского друга Брат, ты братарь вообще, нет? Вы видели? Чистый договорняк был Чистый договорняк Эрик, сколько ты ему заплатил, брат? 10% с нового контракта, да? Красава! Сегодня редкий случай, когда мне не надо ничего снимать И не надо никуда лететь В планах домашний вечер с семьей Поэтому, чтобы не перегружать Дашу на кухне Я решил заказать ужин для всей семьи в Якитории Тем более, там теперь готовят просто бомбическую римскую пиццу Она идеально подходит под семейный ужин Ну и, конечно же, под просмотр футбола А в правильной компании и под вкусную пиццу Футбол смотрится еще лучше Ну что, заходим в приложение Якитории И ищем раздел пиццы и бургеры Четыре новых римских пиццы Берем каждый по одной Смотрите, какая красота Все вы знаете моего тестя Мы его называем Деда Наш Деда любит не только футбол, но и вкусно поесть под футбол Я думаю, что четырех пицц хватит на всех А Даши возьму ее любимые роллы с лососем Здравствуйте! Служба Достатки и Гитария Спасибо огромное Класс пицца Ешь, Деда, ешь Ну Мы за Саудгентом или за Челсо Дедочку? За саудгентом Деда, мы сегодня победим Смотри, 24 ходунов ходят А переживаешь Смотри, 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 смотри Держи! Держи! Один ноль! Дай пять! Прыгаем под Катей по ссылке в описании и пробуем 4 новых римских пиццы из Екитории. Доставка очень быстрая и аккуратная. Привозят даже в самые отдаленные районы Москвы и Московской области. Ну а теперь самое главное. Приятный подгон от меня. С промокодом КРАСАВА ваша доставка будет на 20% дешевле. Обращаю внимание, что скидка действует только на меню доставки. Ну а мы двигаемся дальше. Погнали! КРАСАВА! Смотри, ты со СТЯО играл в Еврокубках. Играл против Венербахче, где пылил Роберто Карлос. Шальке, где был Хунтелар и Рауль. Наполе, где был Гамшик и Кавани. Кавани, точно. Объясни мне, пожалуйста, как ты оказался в Волыне? Почему Волынь? Ты играешь в Европе, ты играешь против звезд, ты играешь на хорошем уровне и ты бесплатно переходишь в Волынь. Почему именно Волынь? Да, странный выбор, как может показаться. Когда я поехал туда, со мной перешел еще один парень. Центербэк из СТЯО, болгарский футболист Валентин Ильи. И мы тогда перешли на хороших условиях. Нам пообещали, что у них в планах собрать сильную команду и бороться за Еврокубки. Будет новый стадион. Мы согласились. И зарплата впечатляла. Зарплату мне дали в пять раз выше, чем была у меня в СТЯО. Для меня это на тот момент было очень важно. В Волыне тогда был еще один игрок из Румынии. Кстати, для меня это тоже, конечно, было маленьким плюсом. На тот момент Шахтер, Динамо, Металист Харьков, около пяти клубов играла в Еврокубках. Лига была очень сильной. Поэтому я доверился некоторым людям даже больше, чем следовало. Они обещали, что мы будем расти как команды. И все будет хорошо. Но где-то через полгода эти люди просто исчезнут. Представляете? Даже президент клуба ушел. Все очень быстро поменялось. Но я пробыл там три года. Да, у клуба были финансовые проблемы. Но мы были там для того, чтобы играть в футбол. И в последний год даже достигли хороших результатов. А я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Эрик, это правда, что тебя присмотрели в Волынь, когда скаут поехал смотреть вообще другого игрока из СТЯО? Но ты понравился больше. А, кстати, этот игрок сейчас играет вообще? Он заиграл больше? Да. Они как раз тогда приехали на национальный стадион на дерби с Динамо Бухарестом. И хотели посмотреть, как он покажет себя в той игре. Тогда Валентин Ильев был центральным защитником. Я тоже играл. И очень хорошо показал себя. Они также узнали, что мы оба будем свободны к лету того года. И нас обоих пригласили. Эрик, ты в Волыне работал с легендарным тренером Виталием Кварцаны. Насколько я знаю, этот человек приводил овчарку на тренировку, заставлял вас бегать в бронежилете. Там полное безумие было. Расскажи какую-нибудь историю про него. Методы у него были просто чумовые. Мы тренировались с 7 утра трижды в день. Если проигрывали, на следующий день прямо с утра должны были бежать в горку. 25 метров вверх, потом 25 метров вниз. Каждую среду у нас были товарищеские матчи с дублем. Каждую неделю, да, прямо в середине недели у нас были матчи. И иногда мы играли в бронежилетах весом около 3 килограммов. Но вот такие у него были методы. Но как человек у него мощный характер. Он мне очень сильно помог. Да, бывало мы ругались, но я знаю, что он хотел для меня только лучшего. Именно он сделал из меня сильного бомбардира. В конце каждой тренировки он заставлял меня бить по 200 ударов подряд. Он заставлял меня выбирать нужную позицию каждый раз. Он любит хороший футбол. Выигрывать 1-0 это не про него. Он всегда говорил, что это не футбол. Он постоянно ставил нам в пример игру Ливерпуля, Дортмунда. Их крутой открытый футбик. Он говорил, что лучше уж проиграть 4-3, но показать настоящий футбол. Забивать и еще раз забивать голы. Ты сказал, что если ты будешь когда-нибудь тренером, ты многое возьмешь от него. Три пункта, которые ты возьмешь от этого безумного тренера, который обожает атакующий футбол. Я думаю, у каждого тренера свой характер и свой метод. Мне очень близка философия атаки. Он настаивал на том, чтобы забивать как можно больше. То есть нацеленность на результат это первое. Еще нужно давать свободу нападающим. И оказывать давление на защитников, чтобы они играли выше. Не боялись рисковать, играть между линиями, играть только вперед. На сегодняшний день это очень важно для футболистов в целом. Я знаю, что тебе в Волыне, когда давали выходной, ты садился в машину и ехал 500 километров домой. Это правда, да? И один раз ты не вернулся вовремя, тебя оштрафовали. Почему ты опоздал и на сколько тебя оштрафовали? Вообще-то я поехал домой, потому что мне зарплату не платили. Вот я уехал. Но нам пообещали выплатить все деньги. Команда уже начала собираться на базе. Я на тот момент тренировался дома. В середине недели они мне позвонили, сказали, что получили бюджет. Могут выдать зарплату. И что уже в субботу у нас игра. Я вернулся. Думал, что меня поставят поиграть минут на 20. Поскольку сборы я пропустил. А в эту первую игру жара стояла градусов 36-37. И я думал, ну ладно, 20 минут я легко смогу отпылить. А он взял и поставил меня на весь матч. Самые первые минуты. Мы играли против Мариуполя. Они выигрывали 1-0. А поскольку я много времени провел дома, я старался побольше бить стандарта. Так что на 86-й минуте я положил бомбический штрафной. А потом Бабенко забил еще один. Мы выиграли 2-1. Так что задницу свою я спас тем, что забил гол. Я знал, что меня поставили на поле, чтобы я страдал. За первые 2 сезона ты забил 9 мячей. В 3-й сезон ты стал лучшим бомбардиром. У тебя было предложение от Динамо, от Шахтера, от Днепра. По-моему, от Металлиста, если я не ошибаюсь. Почему ты так и не перешел? Большой украинский клуб и уехал в Китай. Буквально через полгода после того, как я перешел в Волынь, Днепр захотел, чтобы я перешел к ним. Предложение было хорошее. Обо всем договорились. Но мне позвонили и сказали, что лучше мне продолжать и не переходить. Поскольку я забиваю хорошо и показываю себя в сборной. А может и вообще перейду в Шахтер. Когда я услышал это, я был очень рад. Шахтер – крутая команда. Но я выбрал остаться в Волыне до конца контракта. В Шахтере был Луческо. Да, был Луческо. Твой тренер по большому счету? Нет, мой тренер. Ну, он в тебя поверил тогда, когда увидел в тебе молодого таланта. Через несколько месяцев Днепр играл в Лиге Европы с Сивили в финале. И я сокрушался. Что же я наделал? Они же там, в Лиге Европы играют. А я все еще здесь. Но я закончил сезон, отыграл все игры, стал лучшим бомбардиром. И мне сделали несколько предложений. В том числе, хороший контракт в Украине. Что до предложений из Европы, у них гораздо ниже зарплаты. Мой агент говорил с несколькими клубами, в том числе из Германии. И их ЗП не сравнится с тем, что я получал в Украине даже близко. И если честно, я ждал предложения от Шахтера. От всего отказался. Верил, что они позовут. Так я прождал два месяца. Уже даже не смешно было. Столько времени ждать, столько верить в одну команду. Ну, наверное, просто невозможно. Мне сейчас 33 и я все еще жду. Так и не позвали они меня. Но на тот момент я передумал и уехал в Китай. По-моему, кстати, меня еще тогда Анжик себе звали. И Ростов тоже. Но они меньше предлагали. Они вроде на 10 месте тогда шли. Подожди, Анжик до каких времен было? То есть это уже был Сулейман Керимов и это были большие деньги? Честно, даже не знаю. Это было в 2015 году, когда меня звали Ванжи. Я решил поехать в Китай и это был исключительно вопрос бабла. К тому же другим европейским командам я уже отказал на тот момент. Пока ждал предложения от Шахтера. И те команды уже нашли себе игроков на мою позицию. Так что брать меня было просто некуда. В общем, поезд ушел, а я отправился в Китай. Сколько денег тебе предлагали Ванжи и Сулеймана Керимова? Не помню. Честно скажу. Не как у корина, брат, я 100%. Не 3-4 миллиона евро? Нет, нет, далеко из этого. Йопа, РСЭТ, ребята, сейчас отсюда полетим вниз головой. Посмотрите, какая красотища. Паш, иди сюда на 5 сек. Ну что, ты говорил, что американские горки не страшно. Вот отсюда вниз головой полетим. Как тебе? Нормально? Чего-то даже с трудом говорил. Очкуешь, да? Да. Ну смотри, как красиво полетим. Я, наверное, это... Это кайф, посмотрите! Так, он прям трос, вот оттуда мы так вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Соседи были, кстати, в пляже, он там, тут прикольно. Вообще класс, да? Интересно, не бывало так, чтобы трос отрывался какого-нибудь? Крепти? Не, да. Мы когда сюда ехали, я думал, да фигня, да ладно, господи, да что там? Около, типа, 200 метров высота, скорость, там, типа, 60-70 км, километр трассы протяжел. Я думал, да фигня, вот сейчас поднялись и прям так немножко очко-то заиграло. Очково, страшно, ужасно, я даже штанишки надел пошире, чтобы, если что, незаметно было, что я обосрался. Страшно не только мне, страшно ему тоже. Привет, боюсь, ужасно. Как вас зовут? Страшно, не скажу, страшно, не повторю. Я забыл мой имя. Что ты называешь? Павел Фогребнек. Как Ашшера? Не хочу, хочу вниз. Bye-bye, guys, мама, я люблю тебя, мама, пока, пока, мама. Boom. Да. Да. Да, иди на руку. О, 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 о! Продолжение следует... 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 Я говорю, вы что с ума сошли? Вот у меня фотография в офисе висит, у меня там два моих футболистов, Кашатов и Чесамбо, они вместе и я, что тут приехали, хотите, что на это? Ну, Чесамбо заплакал, пришел, меня обнял там, это действительно. Третий самый топ, я помню, Щербаченко было безумие на Кубке Фануэл. И Федя, конечно, неправ немножко был, но я опять же, я потом такое узнал, Федя, он правильно говорил, тренировочный сбор, тренировочный Кубок Фануэл, это, по-моему, первый Кубок Фануэл. Мы выиграли, кстати, в тот год. Да, да, так мы его... Это мой единственный трофей, кстати, вы понимаете, в жизни. Тут две скремеечки рядом и начинается игра, и он все гавкает, гавкает для Федя. Ну, у меня тоже, опять же, с ним у меня хорошее отношение, а он все бам-бам-бам на суде, судьи только они там свистнут, они все ра, и весь, и всю игру заводит, 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 заводит. Буквально под нами какой-то эпизод туда-сюда, и что-то, я говорю, слышь, ты замолчи, я говорю, дай нам футбол досмотреть, ты что замолчи? Нет, там было очень жесткого отзыва, там просто друг друга перекидывали, я думал, реально будет. Нет, 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 он Федя плохого ничего не сказал, вот мне лично, в мою сторону ничего не сказал, я там начал его, конечно, я говорю, опять же, это не красит меня, ну, это все было эмоционально. Он мне говорит, да вы этот кубок, выиграть хотите, что? Я говорю, ты что? И вот меня вот это завело, что мы хотим, на тренировки приехали. Мы выиграли этот кубок, а начали с сезона, что ты помнишь как, и потом ушел под Побегалов, и на самом деле, и мне люди потом рассказывают, что да, действительно, он поставил задачу этот кубок выиграть. Я не понял тогда Александру Михайловичу, для чего, мы же приехали, нам надо было готовиться, а мы еле-еле залезли в восьмерку, ты даже помнишь это? Да, да, помню, помню, полтора года чемпионат шоу, мы еле-еле попали в восьмерку, хотя ставили задачу быть еще выше, там, может быть, даже побороться, и вот так получилось. Было ли хоть раз у вас желание прям кого-нибудь убить на футбольном бутылке? Да нет, конечно, ну как бы. Да хорош! Да, я тебе серьезно. Нет? Нет. Пынуть по одному месту, конечно, частенько бывает. Я просто не понимаю, футболист, вот он каждый день тренируется, по две тренировки в день, но когда в элементарном, ему дают мяч, от него летает на 5 метров, я этого не понимаю. Ну, конечно, когда если не хочется ни на кого думать, но иногда бывает вот такое желание, что, знаешь, вот игра прошла и футболисты как-то не очень хорошо действовали в этой игре, еще что-то, вот тогда Вот это есть. Не то, что убить, а вот напинать, есть такое желание, честно. 20 лет в структуре Урала, 20 лет рядом с Григорием Викторовичем Ивановым, который 100% самый эмоциональный президент в российской премьер-лиге. Сколько раз Григорий Викторович обещал вас уволить? Вот сколько раз он говорил, все, Матвеев, ты уволен? Сколько раз? Жень, ну, честно говоря, не помню, такого вроде не было, но то, что он за один тайм два раза уволнял тренерский штаб по ходу чемпионата, и потом мы эту игру выиграли, и тем не менее. И оставлял, да? Да, эмоции у Григория Викторовича во время матча, конечно, не зашкаливают, он такой эмоциональный человек, но потом отходит, и он на самом деле человек с большим сердцем, и большим, и добрым сердцем. Поэтому он всегда отходит, и всегда с ним можно потом найти вопросы обсудить, да? Вопросы обсудить, да. А что касается нашей внутренней кухни, она так и есть внутренняя кухня. И у нас, поверь, всякое бывает в раздевалке, всякое бывает, эмоции там бурлят. Поэтому, я говорю, он эмоциональный человек, но в то же время он очень добрый. Григорий Викторович, мы на вас экспериментируем, вешаем микрофон. Если всем зайдет, тогда будем продолжать этот эксперимент, хорошо? Не сдерживай эмоции. Не добудите, что я первый, и гонорар мне заплатил. Хорошо, Викторович, только не сдерживайте эмоции. Да хорош, что ты свистишься, что ты свистишься, он даже не задевал, что ты показываешь? Посмотри, под него кто-то здесь впереди, опорники-то где? Он там спиной к воротам, нет, нам надо спалить, дайте им спокойно выходить. Алло, алло, да-да-да, привет, дорогая, играем с зенитом, пока 0-0. Не бросайся, Калина, Илдер, проси, Илдер Молодчик. Он все равно не понимает, Молодчик, или сказать ему, или ты фуеплет, или Молодчик, он все равно не поймет. Все понимают красаву. Ты что думаешь, Савин простой что-то такой, он там красавой выиграл, потому что все понимали красаву. Так бы сказал там канал такой-то, а у него красава, и все понимают, что красава значит лучший. Паша, входи, Паша! Ну, Паша, блин! Блин, да щекой в дальний, куда ты его со всей силы-то бьешь? Ну, просто щекой в дальний, блин, ёптут. Парень, мы если в Лигу чемпионов попадем, то это не при твоей футбольной жизни. Ну, ты пока же, видишь, ты еле бежишь, ты не добегаешь, у тебя все еще здоровья нету какого-то. Вчера последний бежал опять. Ну, что это такое? Ой, ну как, попаду, нет? Как думаешь? Ну, говори, что ты? А, ты сказал нет? Должен. Не отгадался, он сейчас дает. Ну, забирать у него там, ну, зачем, блин, ну, зачем, блин? Илдер, ниже мне! Пойдет, пойдет, Эрик, пойдет. Дай, быстро дай ему, блин, ну, дай раньше, блин. И что, Илдер, давай, давай, доставай немножко сюда-то, где-то, вот, вот они, вот эти судьи, они не свистян, блин, у нас бы уже 8 раз он свистан, блин, вот и надо в футбол играть, блин. Да не надо в угловую-то! А, здорово, Карин, здорово. Извини, не видел, куда ты его, это, думал, вау-то выбиваешь. Илдер, дай передачу, ты, блядь, ему, блядь, нормальную, блядь, удобную, блядь. Он убежит, блядь, ты даешь ему задницу, блядь. Так, Эрик набирает, набирает хорошую передачу, отдает выход 1 на 1. Гол, 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 гол. Андрюха, Андрюха, пойдет, Андрюш, пойдет, красава. Красава! Так, ну что, с передачи Эрика Бигфалви забивается голешник. Красава! Кстати, Егорычев два года назад играл в Носте во второй лиге. Сейчас забивает Зениту на сборах. Вот так вот, вот такая трансферная. Эрик, псс, не слышит, сконцентрирован на игре. 1-0 в первом тайме. Брузер, с голом, с голевой. А ты надо в чемпионат тоже так играть, блядь. Нормально все, блядь? Да, все нормально. Как ты отдал, а? Случайно или нет? Ну, хорошо, бегай за спинок. Он в Новотроицке убегал каждый вечер, с айфоном выходит и убегает, понимаешь? Там в Новотроицке только если у тебя есть айфон, тебе приходится бегать по городу сразу. Блядь, ты когда во второй лиге играл, ты думал, что ты с Зениту будешь забивать потом? Нет. Нет? Мечтал. Ну, я не думал. Пашенька, принимай, Паша. О, ветеранов не трогай, желтая карточка. А как он один-то не в середине-то? Да, Андрюшки, да. Ай-яй-яй. Он, блядь, не добегает, еще уже, блядь. Ну что, я, блядь, как школьник это обыгрывается, блядь. Да стой, ты не суйте ноги вы, блядь. Шаба, ты если не хочешь, так ты иди посиди лучше, блядь. Скажи тренера, что ты не хочешь в футбол играть. Ни там, ни тут, тебя нет. Блядь, блядь, блядь. Ну тебе сейчас самого, блядь, бегать надо, набирать опять этот мяч. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Эрик, после Динамо Бухареста ты приезжаешь в Томск. В Томске последние 10 лет постоянно финансовые проблемы. Почему ты поехал именно в эту команду? Да откуда ж я знал, что у них финансовые проблемы? Я просто приехал туда и все. Они только прошли в премьер-лигу и мне просто позвонили и сказали, что от Томска есть предложение. Первая реакция была, не, я туда не хочу. Я знаю, что это очень далеко от нас. Я с этим Китаем уже наездился. Поэтому я отказался вначале. Но потом все же перешел. Как раз в это время наша сборная проходила отборочный матч. И я понимал, что не могу допустить, чтобы мы проиграли. Но да, он как раз тогда стал главным тренером сборной. И он сказал, что я могу поехать поиграть в Томск. Там научиться чему-то, голову подзабивать. Может потом получше команду себе найду. В Томске все было нормально в плане игроков. И условия у них тоже были хорошие. Но беда в том, что игрокам вообще не платили зарплату. А у меня зарплата была с пятью нулями. Все немного приуныли и в целом команда расклеилась. Потому что совсем не было лавэ. В конце концов со мной рассчитались. Но в таких условиях нормально команда не может существовать. Насколько я знаю, тебе пообещали зарплату около 350 тысяч евро в год. Насколько это правда? И это правда, что тебе не платили там около полугода эти деньги? Какая была самая большая задолженность? Как я и сказал, по пять-шесть месяцев иногда были задержки. Потому что у них просто не было бюджета. Они рады были бы заплатить, но нечем. И потом только, когда в январе они получили финансирование и рассчитались со мной. Но я уже к тому моменту был в Урале. Это правда, что ты готов был играть практически бесплатно? То есть тебе пофиг было на деньги? По одной простой причине, что ты хотел попасть на евро 2016 года. Получать практику, чтобы попасть в сборную? Да, так и есть. Для меня это было самым важным. Ты сильно расстроился, что тебя так и не взяли на евро? Да нет, у меня было слишком много травм. Я был точно не в лучшей форме. Получилось совсем не так, как я бы этого хотел. Ты забивал не только за Томск ворота Зенита. Потом ты забивал ворота Томи. А также ты потом за Урал еще забивал Спартаку и сказал, что это самая сладкая победа. Почему ты не любишь Спартака? Почему эта игра была такой важный? А ты что, фанат Спартака? Я? Ну, мне нравится Спартак. Мне нравится их видение футбола. Они сильные. И как можно не радоваться победе над ними? Все сложилось. Играли на новой арене. Спартак победили. И, собственно, я же и гол забил Спартаку. Я слышал, что ты перед каждым сезоном заключаешь спор, сколько ты забьешь голову. Это правда или нет? Ты как сэр Алекс Фергюсон и Крюштиан Роналду. Нет, нет. С моим агентом, а также параллельно с моим хорошим другом. Мы с ним 15 лет вместе работаем. Еще с тех времен, когда я играл в Украине. Договариваемся с ним, что если я забью за год 10 раз, он покупает мне часы. Мы даже выделяем на это бюджет. А если не забью 10 голешников, то я покупаю ему часы. Сейчас счет 2-2. В этом сезоне мне точно нужно назабивать столько, чтобы он купил мне часы. Кстати, когда я отправлялся в Китай, мы с ним немного поссорились. Он хотел самого лучшего для меня и для моей семьи. Он хотел, чтобы я получил самый большой контракт в жизни. Ирония в том, что именно за это потом я на него злился. В этом году ты спорил? Нет, в сезоне 19-20 я не спорил с ним. Решил немного успокоиться и отдохнуть. Чего нервничать-то? Надо просто наслаждаться жизнью. Мы все равно все в конце умрем. Какую планку ты себе поставил на этот год? Чтобы этот сезон закончился, ты сказал, да, блин, Эрик Бигфауд сыграл топ и он доволен. Нет, я сейчас не так рассуждаю. Недостаточно просто поставить планку. Я знаю, что я могу играть гораздо лучше. Мы все можем играть лучше, как команда. Как команда мы выиграли только 4 игры. Но из-за того, что у нас было 9 ничьих, мы скатились даже с 11 строчки. Если бы хотя бы 3-4 матча из этих ничьих были победами, мы были бы не ниже 6 строчки. Нельзя выигрывать только 4 матча. Нужно забивать больше. Нужно быть более активными. Наша цель с командой – биться за чемпионство. Бороться за кубок. Потому что в прошлом году мы дошли до полуфинала, против нас играли химки. И мы продули просто как идиоты. А финал проходил на Екатеринбург-арене. И мы в финале не играли. Это фиаско. Ты говорил как раз про финал кубка. Тебя в полуфинале удалили. Ты не смог сыграть в финале. Да, там Григорий Иванов еще, я помню, разнес в пух и прах вар. Давай сравним судейство. Румыния, Украина, Россия. Где самое плохое судейство? Не так легко сказать, кто хуже. Это просто разные виды судейства. Я не понимаю, когда, например, в чемпионате России у нас есть вар. И в одной ситуации для больших команд сразу назначают пенальти. А в такой же ситуации для такой маленькой команды, как наша, говорят. Да, продолжаем. Я вот не понимаю, почему так. Это потому, что у них больше команды, а наша меньше? Или это зависит от конкретного судьи и его характера? Ну вот, например, у нас у Спартаком был счет 2-2. И я считаю, что там был чистейший пенальти. Он меня сбил. Они посмотрели повтор и сказали, все нормально, продолжаем играть. А через пару дней я смотрел дальше чемпионат, и там была не такая грубая игра, но команда была покрупнее. И они бац и назначают пенальти. Да зачем нам вар вообще нужен? Толку от него. Что с ним, что без него все одно и то же. Для команды помельче вот так делаем. Для команды побольше вот так. Для этого игрока вот так, а вот с этим игроком совсем по-другому. Я считаю, что все должны быть равны. Для этого и существует вар. После гола ворота Тульского арсенала через себя ты получил приз 1 миллион рублей. И отдал эти деньги на покупку машины в одну из больниц Екатеринбурга для борьбы с коронавирусом. Как тебе пришла эта идея? Я получил премию, для меня это был сюрприз. По сути, получил ни за что. Можно часы купить Жене Ролекс, брат. Как сделало бы большинство футболистов. Почему ты купил эту машину? Не знаю. Это были деньги не за мои заслуги. Я же просто забил голешник. Для меня это удовольствие. Для меня это радость забивать. И зарплата это другое. А это были деньги по сути лишние. И такие деньги я стараюсь тратить именно на такие вещи. Если честно, я такое не очень люблю. Я не люблю светить своим именем, когда делаю подобные дела. Последнее, что я хочу, чтобы об этом писали в газетах, кому и что я отдал. Но в этой ситуации было принято решение. И я считаю, что оно правильно. Ты забил гол Динамо. Как Денис Беркам. Об этом просто говорили все. Даже в Англии. Ты видел, сколько просмотров собрал тот видос в Англии? Да, конечно же я видел его. Но сколько там было просмотров, я увидел только через пару месяцев. 9 миллионов просмотров сейчас собрал твой гол. Там все сходили с ума. Комментатор кричал. Это было полное безумие. Тебе звонили из Англии или иностранных журналистов? Да, мне звонили именитые журналисты из Англии. И в целом в Европе не особо писали про чемпионат. Да, в России внутри, конечно, пресса освещала хорошо. Но в Европе никто не писал об этом. А после этого голос стали публиковать статьи в крупных газетах. Что они тебе, что спрашивали? Приятно, конечно, было, что голос сравнивали с Денисом Беркапом. Но в большей степени речь шла о самом движении, чем о завершении. Тебя любят не только болельщики Урала и Екатеринбург, но и также пресс-служба. Ты видел эмблему клуба, который после твоего дубля, если не ошибаюсь, в ворота Уфы, переделали из Урала в Эрик и поставили твою фотографию. Ты это видел? Честно скажу, что... Да, но знаешь, я не единоличник. Скажи мне, как реагируют партнеры по команде, честно? Бога напрягается, почему его там фотографию не вешают после гола в ворота Спартака, например? Или пацаны нормально относятся с юмором? Не-не, ребята нормально реагируют, очень дружелюбно. Они, конечно, подшучивают надо мной, но они все знают, что я стараюсь для команды, а не для себя. Без них я ничего не смогу. Так устроен футбол, нужна команда. Это же не теннис. Я думаю, Пашу такие вещи вообще не трогают. Он же легенда российского футбола. Погребняк Паша по воротам ебашим. Да, это человек, про которого даже написали рэп. Он уж точно топ. Из теплых ОАЭ я пригнал в морозный ЕКБ на улице в минус 20 градусов. Все по классике. Я нахожусь рядом с центральным стадионом Екатеринбурга. Или, как сейчас правильно говорить, Екатеринбург-ареной. Короче, фишка в чем? Екатеринбург является столицей стрит-арта в России. И фанаты Урала здесь, на стадионе, решили сделать граффити Юрию Матвееву и Эрику Бигфауле. Юрий Матвеев уже легенда, а Эрик Бигфауле, судя по всему, этой легендой становится. Вау! Никогда у меня еще не отмерзали руки за 10 секунд, пока я держу камеру в Ньюбурге. Реально холодно. Сейчас будем пилить граффити. Буду помогать, ребята. Привет! Здрасте, меня узнают. Круто. Плюс один подписчик. Вон они, красавцы. Вон, вон, лесенку поставили. Представляете, третий день рисуют граффити, ребята. Я вот, честно, не понимаю. Три дня морозить себя и все, что у тебя есть ради футбольного граффити, ради футбольной команды. Ну, пацаны, вам надо граффити рисовать. Парни! Красава! Не, они стопроцентные красавы. Пацаны, привет! Здорово! Баллончики вываливаются из карманов. Не замерз? Не, слушай, я пока нормально, но сколько нам еще рисовать? Часика три? Слушай, ну яйца мы поморозим сколько удалось? Сто процентов. Ты предупредил мой вопрос вообще. Какая мотивация три дня морозить яйца в Екатеринбурге? Слушай, вчера вечером мне казалось, что где-то на улице минус 500, наверное, потому что очень было холодно. Футбол! 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 Тридцать человек просто, он решил остаться инкогнито. Он просто сразу взял это и перевел. И все собирали вместе, как говорится, всем светом. 20-30 тысяч рублей кто-то перевел? Да, да, да. А просто... То есть я говорю, кого-то, возможно, этими суммами не удивить, но еще раз повторюсь, в каких-то масштабах провинции, вот так вот человек раз это выделил. Ну, слушай, это было реально, это было круто. Клуп! Он помогает или нет, или это все-таки какие-то меценаты или сами собирать? В плане подготовки перфов нет. Если отвечать на твой вопрос про финал, это были все какие-то усилия сопереживающих, сочувствующих. Я знаю, что перед чемпионатом мира было достаточно много граффити по городу, поддержку команды, все эти, ну там многие граффити затерли, закрасили. Почему граффити мешают властям города, и что с ними не так, и вообще почему их убирают? Ну, как мне кажется, просто была какая-то одна установка, закрашивать то, что нелегально, то, что мешает. Ну, и вообще нужно было почистить визуальный облик города. У нас в городе проходит фестиваль стенографии, который я как раз организовываю, и мы занимаемся легальным рисованием на разных поверхностях в городской среде. Приглашаем художников, и они рисуют, и даже наши работы некоторые будут закрашены, потому что, видимо, там управляющая компания, либо ЖКХ, благоустройство. Ну, не до конца понимают, где легально, где нелегально, и некоторые наши работы даже на фасадах просто все закрасили. Не каждый футболист удостаивается честью быть нарисованным. Эрик Бигфалви рядом с легендой клуба Юрием Матвеевым. Почему Эрик? Неужели он реально стал за это время прям знаковой фигурой в Урале? Или все-таки это чувак, который пришел, завтра уйдет? Да нет, нет, Эрик на самом деле запомнился всем полейщикам, фанатам тем, что он вывозил некоторые прям хорошие матчи, которые нужно было вывозить. Хороший чувак, он последние годы активно достаточно занимает, принимает участие в игре, забивает красиво, и он нападающий. Я думаю, к нападающим всегда особое отношение за принесенный результат, за эффективность. Я очень надеюсь, что он будет продолжать играть за наш клуб. А чему это за трём? Или под правил там что-нибудь. Юрий Александрович, ну это, конечно, легенда для клуба, тренировал и молодежную команду нашу, сейчас ребят тренируют, поэтому нужно было его нарисовать. Юрий Александрович, вы лучший бомбардир первого чемпионата России, 20 мячей, 28 матчей, играли в первом матче сборной, кстати, России против Мексики. И объясните мне, почему ни один футболист Урала после вас так и не достиг отметки, даже близко 20 голам? Уже ни объяснений нет. Ну, я думаю, в современном футболе сейчас, в российском, во всяком случае, меньше стали забивать, чисто и нападающие. Потому что, ну, у нас лучший бомбардир там 15-16 мячей. Возвали в «Зенит», позвали в «ЦСК», выездили в эти команды, но всегда возвращались в «Урамаш». Сейчас про «Бигфалли» тоже говорят, что многие московские клубы интересуются, что для него лучше, попробовать свои силы в 33 года в топ-команде, но, возможно, потерять место в составе, или быть номером один, королем Екатеринбурга? Жень, ну, тут каждый выбирает по-своему, кто-то хочет так, кто-то так. Я хотел, конечно, попробовать себя на более высоком уровне, считал, что переход в команду «ЦСК» – это шаг вперед. Ну, потом возвращался и понимал, что мне здесь комфортно, здесь мой дом, здесь мои друзья. Поэтому для меня всегда важно было играть, если я не играю, я себя некомфортно чувствую. Хоть какая-то польза футбольному клубу «Урал» от меня наконец-то прилетела. Год я сидел здесь на лавке и получал лавэ. Конечно, конечно, я сейчас включусь. Смотри, вот сколько рисовали квадратами. Мы уже два вечера рисуем, оба героя, часа по четыре, наверное, каждый вечер. Ну, вот 8 часов вовсе сложится. Короче, я на самое легкое подошел. Тебе так кажется. Я тебе сейчас отмечу границы контура. И тебе надо будет просто его закрать. Давай, давай, супер. Нормально пойдет. Пойдет или дрова? Нет, кайф-кайф. Честно скажи. Да, кайф-кайф. Врет, да? А запах-то какой, красочки. Надышишься на свежем воздухе. О, потом все нормально по Екатеринбургу. Погнал. Никаких баров, ребят. Все прям здесь у нас. Ой, блин, брат. Смотри, какой косяк. Стравить уже не стоит. Штраф, все. Не, ну вот это не чаще получилось. Все на футбол, 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 все на футбол. Короче, мы практически на финишной прямой. Сейчас буду Эрика зарисовывать, так что Eric Special for you, my friend. У подонка занятия одно, веселиться, гулять и хулиганить. На футбол ходить и заодно, по лицу врагу набарабанить. Так, это важный момент, хэштег «Уралкрасава» у нас будет. Эрик, 5 часов на морозе. Если ты, как Матвеев, не забьешь в следующем году 20 голов, я тебя найду. Ладно, окей, 10 голов. Ты говорил, что все-таки ты жалеешь о том, что ты не поиграл в топ-5 чемпионатов. Что бы ты посоветовал российским молодым игрокам? Двадцать за деньгами сидеть здесь в теплых условиях или все-таки уезжать в клубы, там, не самые, там, медийные, большие? Я уже 4 года играю в России и вижу очень много талантливых игроков. У них правильное отношение к футболу, но им нужно учить английский, чтобы вырваться куда-то. Европа, конечно, сильно отличается от России как в плане футбола, так и в остальном. Им нужно развиваться, уметь играть под давлением. Это самое важное, потому что качество игры, таланты, у России в этом плане огромный потенциал. Но что я вижу? Это психологические сложности. То, как игроки адаптируются к игре в новых командах. Им важно знать, как быстро и легко адаптироваться, чтобы сразу заиграть и шаг за шагом развиваться. Если говорить про вас, поступят предложения, например, из московского клуба. Вы готовы уехать из Урала или все-таки останетесь дома? Я думаю, останусь дома, потому что это мой дом. Здесь моя семья, здесь мои родные. Я уже на протяжении 12 лет работаю в структуре Урала, поэтому здесь, конечно, мне все знакомо. И у каждого, наверное, свой выбор. Поэтому, наверное, останусь. Эрик, твоя супруга говорила, что если дети пойдут в школу в России, то вы, возможно, останетесь жить в России. Это правда? Есть ли шанс, что вы останетесь в России? Ну, хороший тренер не помешает в Урал решению. Это решение точно не про школу. Не это главное в семье. Главное это то, как я себя чувствую в команде. Чувствую ли к себе уважение. И важнее всего забивать голы для команды в следующем сезоне. Какие планы у команды? Что они хотят делать? Еще важны мои отношения с ребятами. Вся наша семья Урала очень важна для меня. Мои дети и моя семья, конечно, тоже важны. Как им живется в Екатеринбурге. Да, здесь холодно, но в целом все отлично. Обычно мы так долго не оставались в Екатеринбурге. В прошлом году, в начале сентября, мы уже улетели в Румынию. Ребятки, если вам понравилось это видео про Эрика Бихвалы, который забивает как Деннис Берков и тащится Урал вперед, подписывайтесь на канал, жмите лайки, колокольчик. Это красава. Всем пока. Красава.